Как любитель сериалов, я не раз зарекалась, что не буду смотреть ongoing, потому что с ожиданием столько мороки. Теперь могу с уверенностью сказать, что смотреть ongoing сериал реально легче, чем геймеру ждать релиза игры. Привет, меня зовут Саша Неф, и это рубрика «Не новости гейминг», в которой я рассказываю вам о событиях из мира игр. И чего бы нам поожидать-то в этом году? О, как насчет свежей части Call of Duty? Для тех, кто не в курсе, а такие есть, не сомневайтесь, Call of Duty – это одна из самых больших игровых серий в мире. Ежегодно франшизу Activision перехватывают три разные студии, поэтому каждая партия является чем-то совершенно иным и неожиданным. 2018-й не станет исключением, и студия Treyarch, по слухам, выпустит Black Ops 4. А режим хатика, если следовать опыту прошедших лет, придется поддержать до ноября. Слухи эти подтверждают источники Еврогеймера и твиты Маркуса Селлора. Ссылочки, как известно, в описании. Как там дела в Припяти? Кажется, как обычно. Тогда, не теряя времени даром, прыгаем на поезд и несемся навстречу приключениям среди мутантов и аномалий в смертельной опасности. Восток Геймс, которые, на минуточку, разработчики Сталкер, в чернобыльском апокалипсисе кое-что досмыслят. Совместно с Focus Home Interactive в 2018 году они анонсируют собственную королевскую битву под названием Fear the Wolves. Вулфс. Ой, лужа. Лыжи. Лук. Я ничего с этим не делаю, потому что мне нравится. В одиночных и командных приключениях, разумеется, полных опасностей. Геймеров также ждет динамическая система погоды и смена времени суток. Ждем на ПК и консолях, а с поезда, как водится, предлагаю шагнуть в метро. Но в отличие от предыдущих частей серии, метро Эксодус не ограничится коридорами подземки, и геймеров ждет путешествие по российским пустошам, локации которых куда шире, чем во всех играх серии. То есть, с нового уровня на предыдущий ход закрыт, но на территории двух квадратных километров найдется достаточно дополнительных заданий. В течение 12 месяцев, на протяжении которых длится сюжет игры, вы сможете вдоволь насладиться и сменой погоды и окружения, и отслеживанием вашего стиля игры с последующими изменениями, и расширенной боевой системой с вариативными убийствами и зависимостью от вида оружия, силы и угла атаки. А ждем мы ее, кстати, к осени. А есть что-нибудь пораньше? А есть! Один из самых ожидаемых релизов этой зимы, Kingdom Come Deliverance, 13 февраля порадовал патчем на 23 гига. И кроме вопроса, а чего так тяжело, рецензенты спрашивают, а почему так много багов? Но несмотря на баги, Kingdom Come Deliverance заслуживает похвал на уровне Zelda Scrolls, Fallout или даже Ведьмака, как одна из лучших, стоящих и уникальных RPG за последнее время. Что есть Kingdom Come Deliverance? Это ролевая игра в декорациях средневековья, но исключительно реалистичного, без всех этих драконов и волшебников. Боевая система в игре основана на так называемой инверсной кинематике, и все происходящее в игре максимально приближено к реальности. В общем и целом все сходятся во мнении, что игра это прекрасная жемчужина, которая просто не была готова к выходу и ждут, как дальше разработчики повлияют на ее развитие. Но поговорить мне хотелось бы о сложившейся на фоне выхода игры ситуации, в которой разработчика Дэниэля Вавра наградили репутацией расиста и жены-ненавистника. В 2014 году авторы блога MediaWallPock поинтересовались у разработчиков, планируют ли те добавить в игру цветных NPC. Студия ответила. Мы не стали включать в игру эти этнические группы, потому что их представителей не было в богемии тех времен. Вот и все. Точнее их было очень и очень мало. Действие игры разворачивается на территории в 9 квадратных километров, так что у вас просто не было бы шансов встретить темнокожего. На такой случай в команде в Warhorse работает исторический консультант Джоанна Новак, которая следит за достоверностью отображаемой эпохи. Поэтому в этой ситуации нет и не может быть никакого расизма. Все поведение разработчиков было уважительным и политкорректным, и все, что они делали, так это отстаивали свою идею, которую разрабатывали много лет, защищали свой труд и себя. Но MediaWallPock устроил студии настоящую травлю, обращаясь за подтверждениями их расизма и жены-ненавистничества и к другим играм разработчиков. В итоге Вавру пришлось отстаивать свою толерантность и приводить примеры, подтверждающие ее, рассказывая о работницах студии и изначальных планах на женские персонажи. Как женщина, я могу абсолютно уверенно сказать, что меня никак не оскорбляет наличие или отсутствие возможности играть за женского персонажа в игре. Историческая же точность имеет огромное значение, которое невозможно переоценить, но искусство прекрасно тем, что оно отражает текущее время и идеи авторов. И современные попытки внедрить женщин, темнокожих персонажей и меньшинства в книги, фильмы или игры зачастую имеют статус ружья Бондарчука, который появляется в кадре просто чтобы быть, а не чтобы выстрелить. А что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А сейчас немного задорной и легкой наркомании в играх. Компания Square Enix в рамках японской конференции представила новый трейлер Kingdom Hearts 3, в котором авторы показали новых персонажей из мультсериала Корпорация Монстров и героев по имени Марлаксия Иванитас. К сожалению, компания так и не объявила дату выхода Kingdom Hearts 3. Известно только, что релиз состоится в этом году на PlayStation 4 и Xbox One. По сюжету герои на этот раз попадут в мир истории игрушек, а потому в разработке активно участвует студия Pixar, которой принадлежит эта франшиза. Я не играла в Kingdom Hearts, но знаю, что сеттинг у них всегда весьма задорный. А говорящие на японском горячо любимые персонажи заставляют умиляться и смеяться одновременно. Кроме того, сейчас разрабатывается российский шутер с очень сказочным антуражем. Знакомьтесь, Мазай. Дед в ушанке, отбивающийся от кровожадных зайцев и беспрестанно гадящих вором. Занимательно то, что автор игры – разработчик-одиночка, за плечами которого уже есть интересные проекты. Есть мнение, что это трэш. Но это уже предстоит решать игрокам, когда Мазай выйдет в Тим. А сейчас вы можете понаблюдать за блогом автора и почитать интервью с ним по ссылочкам в описании. На этом у меня все. С вами была Саша Неф. Ставьте лайк этому выпуску, делитесь с ней новостями с друзьями и подписывайтесь, чтобы не пропустить свеженький выпуск. Пока. Постскриптум. Спасибо всем ребятам, которые поддержали первый выпуск. Ваши комментарии согрели меня. Ваша поддержка очень важна. Приходите ко мне на стримы. Пообщаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...